Привет, друзья! Сегодня у меня для вас не просто вкусный, но и потрясающе красивый итальянский овощной пирог. Предложила одна из наших подписчиц, я рецепт немного модернизировала и предлагаю его вам. Форму готовить так. Застилаю бумагой для выпечки, диаметр 24 см, в блендере смешиваю 160 г пшеничной муки высший сорт, 40 г цельнозерновой, 3 г соли и чайную ложку прованских трав или другой приправы на ваш вкус. Добавляю 90 г нарезанного кубиками и подмороженного сливочного масла, я убираю его примерно на полчаса в морозильник. Все измельчаю в крошку или перетираю руками, сюда же добавляю 1 желток, примерно вес 20 г и 30 г холодной воды, вода у меня даже стояла в холодильнике. Быстро замешиваю тесто, выложите на стол и быстро домесите руками, если тесто уже нагрелось положите в холодильник на полчаса. Если еще холодная, то положите на пергамент или пищевую пленку и раскатайте круг, примерно диаметр 28-30 сантиметров. Так, теперь поднимаю и перекладываю форму пленкой вверх, но если не очень ровно, попытайтесь еще раз. Накалите вилкой, но не прокалывайте тесто насквозь. Этой же пленкой закройте и уберите в холодильник минут на 40-50, а лучше на час. Кстати, тесто это вы можете сделать накануне и положить его в холодильник. Пока можно заняться начинкой, она такая сезонная. Кабачок, цукини, баклажан, морковь, помидор. Помидор вообще не рекомендуется, в нем много жидкости, но я ее уберу. Если кто-то очень не любит морковь, ее вполне можно заменить, например, тыквой. Все овощи нужно вымыть, обсушить, тонко нарезать и подпечь или бланшировать на ваш вкус. Если будете бланшировать, поставьте воду на плиту, если подпекать, включите духовку на 200 градусов. Морковь лучше всего резать овощечисткой и вообще все овощи лучше нарезать мандолиной. Вот у меня получилось вот так. Морковь просто в подсоленной воде проварю минут пять. Как видите, что она стала довольно пластичной и мягкой, вытащите и положите на салфетку. Все остальное можно тонко нарезать. Переложить на противень, так как я хочу кабачки и баклажаны чуть подпечь. Кстати, можно воспользоваться микроволновкой. Тоже вариант, который многие любят, но и с баклажаном тоже самое. Ну вот так я их сложила довольно плотненько, но мне не хочется занимать второй противень и два приема их тоже не хочется. Посолить и отправить минут на 10-15 в духовку. Помидоры я тоже тонко нарежу, но когда буду укладывать, просто стряхнуть с него жидкость. Можно использовать вяленые томаты. Пока нарезаю овощи, расскажу вам немножко про киши. В общем, по технологии приготовления все шефы делятся на два лагеря. Одни сыропекущие, кто начинку выкладывают сразу на сырое тесто. Вторые подпекающие, кто любит основу предварительно подпечь. Здесь никакого принципиального отличия нет, чисто дело вкуса. 15 минут я подержала. Вот видите, хорошие стали такие пластичные. Пусть немного остынут. На горячую сковороду выкладываю бекон. Если он не очень жирный, можете добавить немного растительного масла. Обжариваю, добавляю лук и сюда же натираю 1-2 зубчика чеснока. Обжариваю все вместе, пока лук не станет таким золотистым и полупрозрачным. После этого нагрев можно выключать. Теперь я достаю из холодильника основание. В общем, если вы относитесь к сыропекам, складывайте сразу на него начинку. Если вам больше нравится предварительно подпекать, тогда берете пергамент, кладете на основание и высыпаете сюда фасоль или горох. В таком виде ставлю в духовку на 190 градусов 10 минут, беру 100 граммов сливок, можно использовать 20 процентов, добавляю 100 граммов сливочного сыра, сюда же добавляю немного соли, сыр у меня соленый, яйцо, кстати сюда же я добавлю оставшийся белок, чтобы не пропадал и на небольшой скорости все перемешаю, можно это вообще делать ручным венчиком, ну вот и все отлично, основание достала, пусть немного остынет. Теперь осталась самая ювелирная работа, красиво выложить овощи, если у вас полоски тонкие, ставьте их вертикально по кругу, если толщина разная, можно частично укладывать на дно, как это делаю я, и старайтесь чередовать цвета, чтобы у вас получалось красиво. Когда овощи разложили, аккуратно, стараясь попадать между слоями, распределите заливку, можно аккуратно проткнуть ножом, но не до самого конца. По слой овощей, чтобы они лучше пропитались, все отправляю в духовку, температуру снижаю до 175, через 20 минут пирог я достала и хочу смазать овощи сверху оливковым маслом, ой ну загляденье, отправляю еще минут на 20, пирог готов, самое разумное конечно подождать пока форма чуть остынет, снять кольцо, но мне все нужно вчера, поэтому я не жду, ну красавчик конечно слов нет, посмотрите какой, вот такой итальянский овощной пирог у меня получился, и обязательно получится у вас, непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита, это овощной итальянский пирог, это рядом со мной тут муж пробует, ну как тебе вкусно, вкусно и сытно, Субтитры сделал DimaTorzok